И пьют соду вместо коралловой воды. Да, могу несколько слов сказать. Сода является неорганическим веществом, неорганика. Это натрий, H2CO3 дважды, да? Ну, формулы разные бывают. Сода является сильнейшим сжигателем жиров, сильнейшим. Если вы раковину помоете содой, вы мгновенно сделаете ее блестящей, то есть уберете весь жир. Значит, стенки желудка выстланы слизью, и оболочка их состоит из жира. Поэтому первое, что сделает сода, она уберет слизистую желудку. Она обнажит полностью слизистую желудку. И когда человек будет выделять соляную кислоту, а соляная кислота имеет в виду 2PH, то клетки будут практически уничтожены. Это, во-первых, будут эрозивные гастриты, потом будут язвы, а потом будут уже, может быть, дальше следующие заболевания. Второе. Если сода всосется внутрь, то самым жирным органом у нас является мозг, потому что он состоит на 70% из воды и жира. И произойдет обезжиривание нервных клеток, синапсов, нейронов. Возникнет глубокая депрессия. Человек начнет худеть. Действительно. Потому что некоторые используют содистые отвары бесконтрольно. Испортят желудочно-кишечную секрецию и потеряют несколько килограмм веса, ну, может быть, 5-10. Но потом возникнут очень сложные проблемы с серотонином. Потому что ощелачивание мозга химическим способом, а сода – это химия, она никогда не будет живой водой. Она всегда будет мертвой водой. Если вы добавите соду в аквариум, все рыбки сдохнут. Сразу же умрут. Особенно, если чуть-чуть превысите соду. Мы капаем соду внутривенно иногда. При тяжелых заболеваниях перед смертью. Ну, во-первых, это очень низкоконцентрированный раствор. Во-вторых, это только в сосуды. Она из сосуда никуда не выходит. Она не встречается ни с какими клетками желудка. Поэтому в соде можно принимать ванны. Содой можно парить какие-то воспалительные заболевания, там, рук, ногтей, порезы какие-то. Содой можно делать пилинги. То есть отшелушивать кожу, если ее смачивать солью. Содой очень хорошо полоскать горло. Если это сода, соль йод, например. Но ее ни в коем случае нельзя пить. Потому что сода это не органика. По отношению к кораллу, это следующее. Коралл это органика. Это растение, животное особого класса. И оно было одухотворено. Это, по сути дела, живое растение. Поэтому там натрий, он тоже щелочной. Калий, магний, кальций. Соединены с агинокислотами. И это ключи пропуски в нашу клетку. То есть в этом смысле. А сода является очень мощным, хорошим антисептиком. Поэтому содой можно мыть посуду. Питьевой содой. Можно парить ноги. Что угодно. Только не пить. Ни в коем случае нельзя сжигать жир за счет соды. Потому что потеряете здоровье. Продолжение следует.